За годы учительства, каждый из которых напоминал предыдущий и ничем особенным не выделялся. Впервые идея устроить проверку знаний русского языка пришла студентам Новосибирского госуниверситета 15 лет назад. После тотальный диктант стали писать на шести континентах, включая космонавтов на МКС. Я считаю, что, конечно, нужно проводить подобные акции, потому что они взращивают, так скажем, любовь к нашему родному языку. И в такой, может быть, юмористической форме позволяют нам проверить уровень грамотности. В этом году автором текста тотального диктанта стала писатель Гузель Яхина. Организаторы отмечают, текст в плане пунктуации непрост, но многие подкованы теорией. Для всех желающих в классическом университете проводились курсы русского языка. В итоге, чтобы применить свои знания на практике, организаторы диктанта дали всего полчаса. Я, собственно, люблю литературу, поэтому особо не подготавливался, поэтому, чтобы по-честному, так сказать, было. Вот, надеюсь, что будет все хорошо. Я изучала правила весь год, поэтому я надеюсь, да. Есть такой сайт, грамота.ру, вот, там есть как орфографические упражнения, на орфографическую грамоту, так и на пунктуацию. Поэтому вот я, можно сказать, готовилась, но я надеюсь, но пока я не напишу его на пятерку, я буду писать каждый год. Кто смог получить отличный результат, а кому знание русского еще следует подтянуть, будет известно уже 18 апреля. Именно тогда на официальном сайте тотального диктанта появятся его результаты. Кстати, самые смелые могут получить индивидуальную консультацию с филологом на следующий день после оглашения оценок. По крайней мере, так нам сказали на одной из площадок для написания диктанта. Валерия Усольцева, Александр Антропов. Наши новости.